Всем доброго и замечательного времени суток, меня зовут Алина, я очень рада приветствовать вас у себя на канале. В сегодняшнем видео хочу поговорить с вами, обсудить такую тему, как использование палеток типа Z-Palette. И именно эта Z-Palette была сделана специально для магазина Sephora, это такая их коллаборация. Сейчас она, я думаю, даже на момент, когда я это видео уже смонтировала и опубликовала, все еще на распродаже в Sephora. И стоит в Америке вместо 28 долларов до налога, по-моему, 12 или 14, поэтому это более 50% скидки. Сама эта палетка очень прочно и хорошо выполнена, она такая тяжелая и прочная, очень аккуратно сделана и, по идее, должна очень долго служить. Я долго думала о том, приобретать такую палетку или нет, потому что есть какая-то своя прелесть в том, что каждая вещь в своей отдельной упаковке. С другой стороны, есть какое-то удобство и в том, что вещи в такой упаковке. Сейчас я переведу камеру на стол и мы крупным планом посмотрим, как выглядит эта палетка, что в нее входит, какие были до этого оригинальные палетки у всех этих теней, что я с ними решила делать и каким выводом я пришла. Думаю, если вам это интересно, то усаживайтесь поудобнее и поехали. Итак, давайте посмотрим, что изначально было. Были все вот эти тени, соответственно, это Лора Мерсье, палетка теней на 12 оттенков, потом палетка от Colourpop, а 4 оттенка, кстати, палетка в абсолютно идеальном состоянии, надо только протереть. И если покупать кому-то в подарок эти вот поштучные тени Colourpop, из которых составляются палетки, то не нужно снова покупать палетку, можно вполне их вставить в эту палетку. Что еще удобно у Colourpop, что у них в каждой палетке есть вот такая вот дырочка, и можно снизу иголкой подтолкнуть рефил с тенями вверх, и он легко выходит. Поэтому именно эту палетку я сохраню. Палетка на 4 оттенка от Essence, палетка на 2 оттенка от Inglot, 2 тени-единички от Pupa и Sephora, от Colourpop снова это Highlighter, от Ofra, это мини-хайлайтер, все-все-все эти вещи вместе занимают достаточно много места, и нельзя сказать, что у них какая-то особо интересная, привлекательная упаковка. И все, что было во всех этих палетках, вошло в одну эту палетку, это палетка от Z-Pallet в коллаборации с Sephora, хорошо сделанная магнитная палетка, соответственно, все оттенки отсюда здесь, это хайлайтер от Colourpop, это хайлайтер от Ofra, это тени 4 оттенка от Essence, у них, правда, пластиковые поддоны, внутри которых металлические рефилы, не знаю, почему они так сделали, вот, они почему-то хотели, чтобы палетка была не магнитная, вот это свои плюсы, очень удобно доставать отсюда рефилы, удобнее, чем из других палеток, где магнит, и к ним нужно было приклеить вот такие вот магнитные наклейки, чтобы они приклеивались, чтобы они примагничивались к палетке, два этих оттенка, это оттенки от Inglot, этот оттенок, это, соответственно, Sephora, вот эти все, вот эти вот 4 оттенка, это все тени Colourpop, и вот этот вот побитый один оттенок, это оттенок от Pup, и я отдельно очень рада, что избавляюсь вот от этой упаковки, потому что очень у Pup неудобная, непрактичная упаковка, вот с этой вот выпуклостью, неудобно хранить, она и боком падает, если она крайне не стоит, и она занимает очень много места по сравнению с другими, например, какими-то тенями, единичками. Большинство теней очень нормально перешли в другую палетку, пострадали, как вы видите, вот эти вот раз, два, три, четыре, ну, можно сказать, пять оттенков. Чтобы такого не происходило, они там, конечно, рекомендуют использовать какую-то печку, на которой это все нужно подплавливать упаковку и потом доставать, но я решила, что я этим заниматься не буду, мне проще перепрессовать оттенок, который даже пострадал, и, в общем-то, я результатом довольна. То есть, мне кажется, это очень удобно, действительно, я вижу, что я этими вещами, которые сейчас в этой палетке, стала пользоваться чаще, чем когда они были каждый, вот, по отдельности в своей упаковке. И, кроме всего вошедшего в эту палетку, я вижу, что здесь еще, ну, как минимум, один оттенок теней вполне какой-нибудь можно добавить, просто мне сейчас ничего такого не надо. Доставала я все эти тени вот такой вот от Ofra, это, по-моему, для того, чтобы смешивать тональную основу, но я поддевала тени снизу и доставала. Большинство теней это перенесли хорошо, матовые оттенки сложнее это делают, но без связи даже с тенями, которые нужно было как-то сложно доставать, все магнитные тени уж точно лучше хранить в одной палетке, а не в вот этих вот коробочках. Конечно, если на подарок я покупаю, например, хайлайтер, то к нему нужно купить коробочку, потому что, ну, вот ты человеку даришь вещь, которой нет упаковки, и где он должен эту упаковку, получается, где-то докупать, это неудобно. Что шло с набором для того, чтобы тени перекладывать, это вот такая вот штучка абсолютно, по-моему, бесполезная, причем она хорошего качества, она очень хорошо выполнена, но для теней она не работает. Я надеюсь, что она у меня будет хорошо работать, как ключик для браслетов Пандора, поэтому она у меня не пропадет. Также с вот этой палеткой шли вот такие вот металлические наклейки, и если у вас тени по какой-то причине не в металлическом рефиле, например, как вот эти вот тени от Essence, то на них можно добавить наклейку, и они будут прекрасно примагничиваться. В теории я могла достать эти рефилы из вот этих упаковок двойных, которые сделали Essence, но я не хотела их испортить, поэтому я решила этого не делать. И под конец хочу сказать, какие палетки, на мой взгляд, какие тени не стоит переносить в такую вот палетку. Во-первых, все тени, которые должны плотно закрываться, нельзя переносить в такую палетку, если у них вот плотно закручивающаяся баночка, и у них полувлажный, влажный финиш, конечно, им не подходят такие палетки. Это во-первых. Во-вторых, например, во-вторых, есть тени, которые... Во-вторых, есть тени, которые прям впечатаны в свою упаковку, и их никак не достать, кроме как переложить их в другой рефил прямо. Это, например, вот эти тени от Clinique. У них нету никакого металлического рефила. Они прям в свою палетку прессованы. И, например, вот эта очень любимая мною бюджетная палетка от Essence. Вы видите, тени впечатаны сразу в свою упаковку. Их никуда переложить нельзя. Хотя было бы суперудобно, если бы их можно было туда добавить. Ну и вторая категория вещей, это, пожалуй, какие-то очень красивые упаковки, которые, ну, просто нет смысла, не хотелось бы перекладывать в эту упаковку. Хотя, на мой взгляд, она абсолютно симпатичная. Мне она нравится. Но вот такого флана палетку я не вижу смысла разбирать, выкидывать ее в интересную такую дизайнерскую упаковку и держать ее в общей палетке. То же самое лимитки с какой-то красивой упаковкой. Кстати, это очень красивая лимитка хайлайтера от MAC. Ее, конечно, нет смысла никуда перекладывать. Она действительно очень красиво оформлена. С другой стороны, например, вот такие какие-то тени, у которых абсолютно невзрачная, абсолютно обычная стандартная упаковка. Я не вижу никакого преимущества, чтобы они были отдельно в этой упаковке и они вполне себе прекрасно будут находиться в этой палетке и удобнее будут ее пользоваться. И они будут всегда на виду. И что еще удобно в этой палетке, что тени можно разложить по каким-то группам. То есть, вот у меня более коричневые, тут более фиолетовые. Их всегда можно легко абсолютно доставать из палетки, переставлять местами и вставлять обратно туда, куда вы захотели. На сегодня, пожалуй, это все. Такое видео у меня получилось. Я надеюсь, что оно было интересным. И также интересно ваше мнение. Находите ли вы подобный способ хранения косметики удобным или нет. Поэтому пишите, пожалуйста, свои отзывы. И если вы еще не находитесь в нашей группе Сифора по-русски, то почему вам не присоединиться к нашей маленькой и теплой компании, где мы обсуждаем косметику, продающуюся в Сифоре. И не только. Я надеюсь, что это видео было полезным, приятным и интересным. На сегодня, пожалуй, все. До новых встреч. Ну а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok